В отечественном шоу-бизнесе назрел очередной громкий конфликт между артистом и музыкальным лейблом. Нет, не снова Blackstar, они еще не все свои старые дела разгребли. Звезде голоса Наргиза Акировой запрещают исполнять песни, написанные для нее Максимом Фадеевым. Все подробности сегодня на канале Сплетники. Если вам интересны горячие новости шоу-биза, подписывайтесь на нашу группу в Инстаграм и Телеграм-канал. Там всегда то, что не покажут на ютубе. Все ссылки под видео. За сутки до отъезда в концертный тур по стране Наргиз, уже сидя на чемоданах, с удивлением узнала от организаторов ее концертов в Воронеже и в Ростове-на-Дону, что ее выступление отменяется, потому что она вроде как сама отказалась выезжать в тур. А по-моему, это охренительно смешно. Письмо с таким содержанием в этих городах организаторы получили с продюсерского центра МАЛФА. «Для меня и моей команды это стало новостью, так как мы собирались выехать сегодня вечером, несмотря на риски и ситуацию, которая началась еще 16 июля, когда я получил официальный документ о намерении лейбла МАЛФА запретить мне исполнять музыкальные произведения Максима Фадеева, документ о расторжении контракта с лейблом, а также фактический отказ продюсерского центра от обязательств по туру», рассказала певица. «Теперь августовский тур звезды находится под угрозой срыва». «Мое обращение о разъяснении ситуации, направленное непосредственно Максиму Фадееву и компанией МАЛФА, было проигнорировано. «Я благодарен организаторам за понимание. Я очень сожалею о том, что вновь возникли обстоятельства, которые мешают мне выступить перед вами, моими поклонниками», — написала артистка. Певица жалуется, что Максим игнорирует ее официальные запросы с требованием разъяснить ситуацию. «Она призналась, что ей безумно жаль, ведь получилось, что она подвела своих поклонников, ждавших ее выступления». Наргиз добавляет, что это не первый случай, когда по вине руководства лейбла МАЛФА был сорван ее тур. Последний раз центр Фадеева отменил ее тур в США в мае этого года. Однако певица заверила фанатов, что обязательно отыграет все запланированные выступления немного позже, с другой программой. Максим Фадеев давно считается карабасом-барабасом шоу-бизнеса. Из его лейбла в свое время бежали без оглядки Лена Темникова, Юлия Савичева, Полина Гагарина, Дайя Шашина, можно даже вспомнить историю с Линдой, когда за нее перестал платить отец. Причем все ушедшие из этого лейбла обычно стараются хранить молчание, только Темников рассказал о жутко кабальных контрактах. Все эти истории с продюсерскими центрами последних лет ясно показывают их сущность. Продюсер просто хочет выдавить артиста, а потом выбросить его, когда он становится невыгодным. Будем надеяться, что этот пережиток прошлого все-таки отпадет как ненужный современным исполнителям. Или пусть лучше останется, как считаете. Пишите свое мнение в комментарии, ставьте лайки, если было интересно, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить, и подписывайтесь на нас в социальных сетях, там тоже много интересного. Пишите свое мнение в комментариях.